Закончились самые долгожданные новогодние праздники. Конечно, каждый провел их по-своему, но не даром говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Давайте узнаем, как сложились эти выходные у люберчан. Смотрите нашу постоянную рубрику «Свободный микрофон». Вымотанные, уставшие или наоборот, полные силы и энергии. Какие вы после новогодних праздников, люберчане? А самое главное, как вы их провели? Великолепно. А как можно еще провести новогодние праздники в нашей стране? Только с огромным удовольствием, радостью и верой в светлое будущее. Отдыхали, ездили в центр, катались на коньках. В общем, активный отдых, в баню ходили. Дома, дома. Хотела активно провести, но так как снега не было, ездили к друзьям, к родным, с ними вместе. Дома, в кругу семьи, с друзьями гуляла. Гуляли, гуляли по паркам, по Наташинскому прудам. Где еще были? В центр ездили. К родителям. Ну, уезжали в деревню и гуляли с семьей. Так, конечно, никуда не ходили, но так чисто семейный праздник. Ой, я замечательная, просто замечательная. За городом все дни гуляла. Большей частью дома, конечно, но сходили и на каток. Были в центре Москвы, были и в приюте собачьем, помогали работать там волонтерами. Дома, с семьей, все замечательно. Все, посмотрели из окна на фейерверк, классно все. Ну что, самые продолжительные выходные в году прошли. И, как мы выяснили, прошли насыщенно. Походы в гости, прогулки, застолья. Эх, ну, повспоминали и хватит. Теперь люберчане направили все свои силы в нужные русла и пошли, пошли работать. Мария Антонова, Александр Богданов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.